В эфире программа Радар Спорт. 25 минут все о спорте. Его героях о здоровом образе жизни. Здравствуйте! Уважаемые друзья, у нас, как всегда, есть о чем вам рассказать. Завершился главный старт четырехлетия – 31-й летние Олимпийские игры. Соревнования в Рио-де-Жанейро установили сразу два рекорда за всю историю проведения игр. Это по количеству разыгранных комплектов медалей, коих было 306, и числу принявших участие стран – 206. Российская сборная по общекомандному количеству завоеванных наград заняла четвертое место, выиграв в итоге 56 медалей. С одной стороны, такой результат можно считать неудачным. Ведь за всю историю современной России наша сборная никогда не завоевывала так мало медалей 56, в том числе и золотых 19. С другой, можно смело сказать, что в связи с чередой допинговых скандалов и отстранением наших спортсменов российская команда многих наград не досчиталась. Так, самым тяжелым ударом оказался недопуск легкоатлетов 67 человек. Что же касается приятных моментов прошедших соревнований, то самый большой вклад в общий медальный зачет внесли борцы и фехтовальщики, которые завоевали по 4 золота. В синхронном плавании и художественной гимнастике у нас тоже по-прежнему нет равных уже на протяжении нескольких олимпиад. Здесь показан стопроцентный результат по 2 золота. Больше всех медалей России принесли спортивная гимнастика – 8, фехтование – 7 и вольная борьба – 6. Кстати говоря о вольниках, в весе 57 килограммов якут Виктор Лебеди все, что смог сделать, так это выиграть первую схватку в одной восьмой финала у Сандипа Кумара Индия 3-1. А вот в четвертьфинале, уступив Ирансу Хасану Рахими, с таким же счетом выбыл из дальнейшей борьбы. В целом же, по итогам игр можно смело сказать, что наши спортсмены, несмотря на различного рода нападки, отстранение небесполитических мотивов и свист с трибун, готовы держать удар на спортивных аренах и сражаться не только за себя, но и за партнеров по команде, многих из которых отстранили от игр несправедливо. Российская команда доказала всем, что даже в таком усеченном составе может бороться за самые престижные места. Впереди новый четырехлетний цикл и 32-е летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Уважаемые друзья, первый заместитель министра спорта и молодежной политики Дмитрий Валерьевич Штепа. Дмитрий Валерьевич, ну в первую очередь, конечно же, вас поздравлю с серебряной медалью нашей Инны Степановой, но это на самом деле очень большое достижение всей нашей республики, да и вообще долгожданной Федерации стрельбы из лука. Ездили-то много, а медаль первую привезли, и вообще первая российская медаль наших женщин, стрелков из лука. Да, действительно, вот если вообще Республика Бурятия, скажем так, не избалована олимпийскими медалями, и мы благодарны Федерации стрельбы из лука нашим тренерам за то, что смогли девчонок подвести к этому главному старту нашей планеты, скажем, в этом году. И та серебряная медаль, она действительно, Федерация достойна. Что Российская Федерация, что и наша Федерация Республики Бурятия достойны этой медали, они долго к ней шли. Были победы и на Кубках мира, и на Чемпионатах мира. В прошлом году состав нашей команды выиграл золото в Чемпионатах мира. Поэтому девчонки, конечно, были готовы, и, конечно, судьба свела их с кореянками в финале. Может быть, и судьба сложила по-другому, не быть кореянки в финале. Но сборная Кореи, конечно, статистика, с 88-го года ни одной олимпиады в командном зачете по стрельбе из лука не проиграли. То есть, у того, получается, сколько, 8 олимпиад, в командном зачете девчонки первые. Ну, наши дали, конечно, и Инна Долобой, уже когда, я думаю, что кореянка могла бы и дрогнуть. Но спорт и спорт, поэтому кто сильнее, тот и первый. Поступательно идем бронза, Лондон, серебро. Я не только хочу сказать, что эта тенденция у нас интересная. Вторая олимпиада, вторая медаль. Бронза, серебро. Но если следовать этой тенденции, то такие сказки у нас должны быть. Обязательно должно быть. Почему? Потому что это уже, как скажем, это на нашем часовом поясе, это и близко, это и уже не надо будет выдерживать 12-часовые смены поясов. Сколько? 12-13 часов у нас разница. В ЛАЗ, РИО даже. 12 часов, полсуток. Поэтому, я думаю, что и подготовка, когда будет проходить, я думаю, что и Минспортовские чиновники поймут, что все-таки центр сдвигается, Азия стреляет. Поэтому мы должны подготовить все условия для прохождения сборов своих спортсменов, для проведения мероприятий. Будут здесь очень много, скорее всего, будет в азиатской части. И я думаю, что подходить уже... Олимпийский цикл уже начался. Олимпиада закончилась, Олимпийский цикл начался. Поэтому впереди 4 года, я думаю, что за эти 4 года мы должны составить планы так, чтобы именно девчонок подвести к золотой медали. Ну и должны же когда-то корейцы прервать свою золотую серию. Поэтому, я думаю, это могут сделать только сборная России и именно в соревнованиях на Олимпиаде именно в Японии. Ну и вот, конечно, обидно с Александром Богомоевым ситуация такая вот получилась. Но, по сути дела, Лебедев-то в четвертьфинале вылетел. При тех финансовых вложениях, которые Республика Саха-Якутия вложила, конечно, надо было ожидать больше. Но я думаю, что все-таки принцип спортивный, он должен быть спортивным. Отбор должен быть спортивным. Никакие, скажем, вложения, влияния чиновников, спонсоров и так далее, они не должны преваливаться на спортивной тематике. То есть, сильнейший спортсмен должен выступать. Если уж такая ситуация с борьбой произошла, ну, понятно, что после всех этих заявлений, после давления, я думаю, что Лебедев сам понимал, что не в том он физическом состоянии, не то у него физическое состояние, которое им позволило бы достойно выступить. Ну, он отказался, он понял, но давление, скажем так, некоторых чиновников, оно привело к тому, что, я думаю, что, наверное, и в сборной команде Российской Федерации была не та обстановка. И наш спортсмен, скажем так, не туда и не сюда, и сборной, и не сборной, и вроде и вызвали туда, и там он был, и не боролся. Ну, не знаю, будем готовиться, но для того, чтобы вот таких вариантов и моментов не было, надо, конечно, быть наголову сильнее всех спортсменов и доказывать. Ну, я думаю, что сейчас Александр еще возраст позволяет держать вес, и впереди Кубок мира, на следующий год чемпионаты мира, и я думаю, что бороться, бороться, держать вес в этом весе, и показать, что он действительно на сегодняшний день в этой весовой категории сильнейший борец. Уважаемые друзья, ну и в продолжение олимпийской темы, сегодня утром прилетел наш тоже олимпиец, правда, запасным летал в Рио Батар Сагалуев, мастер спорта международного класса, победитель европейских игр, его тренер Доржуни Майиш Шаргакшанов, государственный тренер Республики Брятия. Вас поздравить. Конечно, не приняли участие, но, тем не менее, Батар съездил, посмотрел вообще, вот, прочувствовал вот этот дух олимпиады, соревновательный дух. Как вот тебе вообще? Ну, в принципе, вот, свой, ну, так хорошо было все. Ты сам бои вообще смотрел? Живую, вот, живую все посмотрел, все там, все по-другому. Это когда вот через, ну, интернет смотрят уже не так, а когда вот живую смотрят, это уже другое. Когда вот, ну, вот, сорок девять болел за Хасумбуева, Дусматова, Узбекистана. Ну, я за него, да, в финале, вот, когда он, ну, все первые дни, да, первый, второй, третий, ну, не четыре боя провел. Вот все, все дни боксировал, я вот за него болел. Вот как он выиграл у него, вот, желание появилось. Ну, ты как вообще, близко к грингу находился? Или вот среди зрителей сидел на трибуне? Ну, на трибуне сидели. Вам как, билеты давали, да? Не, вот, не, не, у нас агрегитация была. Агрегитация была? Да, вот, агрегитация, мы заходили. А остальные виды спорта уже там, билеты надо было брать. А, ну, то есть на свой вид спорта можно было прийти? Ну, вот прилетел ты в Рио, какие вот у тебя вот, вышел самолет, на какие вообще у тебя впечатления были? Ну, мы ветером прилетели, ну, там, но мы, конечно, в олимпийской деревне не жили, мы, ну, как спарринг-партнеры, там, в другом месте жили. А, вы отдельно? Да, один, да. И потом, вот, в следующий день сразу поехали в олимпийские деревни, там, зашли, посмотрели, все красиво. Ну, вообще атмосфера какая царит вот в Рио, вот царила вот в те дни. Не, олимпиады. По городу вообще ездили или нет? Не, вот, мы по городу сильно не ездим, но там, нам сразу сказали, что там опасно. Воруют на каждом углу, да? Да, на ногу. Ну, сразу предупредили. Ну, страна третьего мира, там, я считаю, что там все вот, кто, вот эти вот воришки, сейчас, наверное, они вообще нажились, наверное, на год вперед. Даже не важно. Ну, не знаю, возможно. Ну, вот вы были на сборах предолимпийских с Баттером. Вот, все-таки, вот, когда состав тренерский определял сборную, почему все-таки Баттера у нас не выбрали? Ну, во-первых, это имена и лицензия была, и поэтому очень, ну, здесь уже вопрос однозначно стоял, что поедет Василий Егоров. К сожалению, он проиграл, мы тоже за него болели, естественно. Ну, вот Баттер сам говорит, что, в принципе, он по бою, говорит, даже выиграл Васю. Ну, судьи решили в другую сторону отдать победу, поэтому так получилось. Ну, в любом случае получилось так, что, как главный тренер сборной нашей команды Александр Борисович Лебзяк указал, у него план, план выполнили, с чем мы поздравляем. Дорогой, понимаешь, так у вас, получается, в боксе не как в борьбе, то есть именные лицензии. Если завоевал, то есть это не по весу именно, да, Танец? Да, именная лицензия завоевывается на чемпионате мира, и еще два кота в турнирах было, поэтому. Ну, я думаю, что вот спасибо старшему тренерскому составу, вот Баттеру взяли, он впитался вот этим духом Олимпиады, прочувствовал близко так, и думаю, что сейчас огонек зажегся по-новому, будем сейчас работать, больше тренироваться, и, ну, будем дальше ставить планы, да. Действительно, Баттер сейчас съездил, посмотрел, вот напитался вот этой энергетикой, и я думаю, что все-таки, наверное, на следующей Олимпиаде в Токио мы тебя увидим на ринге? Ну, да, будем стараться. Будем стараться. Сейчас, Баттер, у тебя какие планы? Сейчас отдыхать будешь? Ну, сейчас, в принципе, да, вот, на неделе, ну, на неделе отдохнем, и заново будем работать. Дорожонимая, ну, новый четырехлетний цикл начался, только закончилась Олимпиада, начинаем уже готовиться к следующей. Какие у вас на этот год планы? Ну, у нас в ноябре месяце уже чемпионат России будет проходить. Будем готовиться к чемпионату России. Вот сейчас у нас по Министерству спорта сейчас экспонентальную площадку готовят. Будем принимать там участие, чтобы входить в какие-то федеральные программы. Уважаемые друзья, я напоминаю, Баттер Сагалуев, мастер спорта международного класса, член Олимпийской национальной сборной, ездил в Рио запасным. Его тренер Доржонимаевич Шаргакшанов, государственный тренер по боксу Республики Бурятия. Я, конечно же, вам пожелаю, чтобы вот этот Олимпийский цикл, 4 года большой, сложно, но нужно выдержать, и чтобы все-таки, Баттер, мы тебя увидели на Олимпийском пьедестале, да, ну, любой даже ступени, Олимпийская медаль есть Олимпийская медаль. И у нас сейчас вот буквально 1 сентября уже накануне, юбилей города. Я думаю, что всем приятно будет услышать от вас поздравления, пожелания. Ну, желаю, ну, хочу пожелать всем спортсменам, вот, чтобы достигали больших высот. Ну, конечно, с юбилеем нашего города, всех наших жителей, города нашего, ну, и в целом Республики Бурятия. Учебный год, ребятишкам, кто-то первый раз вступит за пороги школы, чтобы и выпускники, чтобы все, как бы, нашли место в новых учебных заведениях, высших учебных заведениях. Ну, и, конечно, всем здоровья, счастья, всех благ мира, мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Семкин Уважаемые друзья, ну, в минувшее воскресенье состоялся однодневный турнир на стадионе «Юность» по мини-футболу в памяти известного бурятского футбольного тренера Сергея Константиновича Шалышкина. Под его руководством команда в свое время становилась более десяти раз чемпионом и обладателем Кубка Республики. Ну, я представляю супругу Сергея Константиновича, Наталью Анатольевну, также Алексея Похлебаева, это ученик, воспитанник, играл под руководством Сергея Константиновича, и известного футбольного обозревателя, профессора Бурятского государственного университета Анатолия Степановича Карпова. Ну, Наталья Анатольевна, вас, конечно же, поздравить с первым турниром, жалко, не стало Сергея Константиновича. Долгие годы он, конечно же, да и вообще, как бы, он всю жизнь свою посвятил футболу. Вот вы с ним жили, как бы, расскажите немножко. Футбол у него был на первом месте. И я думаю, что сам футбол его вдохновлял к жизни, давал ему стимул жить. Ну, и, естественно, мы, жены, всегда их поддерживаем в своем любимом деле. Алексей, ну, Сергей Константинович, вообще, вам чем запомнился? Ну, Сергей Константинович, это, грубо говоря, второе, не грубо говоря, вернее, это второй отец, который вытащил нас с улицы, привил к футболу, привил к музыке, привил к жизни, научил жить, можно так сказать. Поэтому с огромным уважением всегда относился, отношусь и буду относиться, как бы, и к памяти Сергея Константиновича. Ну, то, что решили уковечить его память вот футбольным турниром, это очень хорошо. Но пока что турнир был не сильно большой, собрались сугубо ученики, разделились на две команды и сыграли. Кто выиграл? Выиграла команда «Тепловик». Это старое название, кстати. Алексей, вот вспомним немножко по команду. Вот вы в каких командах у него играли? Ну, начинали мы... Смена была такая команда, потом была команда «Инициатива», потом была команда «Мотор». Потом команда «Тепловик». А, а потом команда «Тепловик». Что-то я забыл уже. Алексей, ну кубок переходящий, турнир не одноразовый. Кубок переходящий, да. Мы планируем на следующий год сделать вообще турнир традиционным. И, как бы, кубок будет переходящим. На следующий год будет привлекаться больше команд. Поэтому турнир, я думаю, будет интересным, запоминающимся. Анатолий Степанович, ну вот в те времена у нас играло достаточно большое количество команд. На чемпионатах республики, на кубках. И вот такая тоже эпоха целая была. Вот Сергей Константинович, он для многих своих учеников, он был нечто вроде как Наталья Анатольевна для семьи, для своих учеников. Наталья Анатольевна много лет была классным руководителем, многих ребят, которые ее помнят, ее ученики. А Сергей Константинович, он тоже был своего рода классный руководитель, воспитатель для своих ребят. которых он действительно поднимал, находил иногда на улице, иногда на разных турнирах, кто-то к нему приходил по рекомендации. Но он работал с этими ребятами действительно с малых лет и делал из них команду, которую он доводил потом практически до профессионального уровня. Наталья Анатольевна, ну и турнир останется, память о нем будет жить. И я надеюсь, конечно, что на будущий год уже, наверное, нужно привлекать и большее количество команд и как-то расширять, наверное, этот турнир. Конечно, все-таки бурятскому футболу, футболу в Бурятии сто лет. И хотелось бы, чтобы наш футбол в Бурятии не умирал, не загнивал, а наоборот набирал полные силы в память тех тренеров, тех футболистов, которых уже с нами нет. И я думаю, что вот такие турниры в память футболистов, тренеров нашей республики должны жить. И не один раз, а повторялись. И кубки были переходящие. Дельта Сегодня я проведу очередную тренировку. Тренировка сегодня будет убийственная. Буду делать 2-сет на дельты. Кстати, очень шикарный 2-сет, который я сегодня покажу. Все хотят иметь, конечно, широкие плечи. Что для этого нужно? Дельта состоит из трех пучков. Переднего, среднего и заднего. За вот широту весь объем отвечает средний пучок. И сегодня я покажу как раз, как нужно работать вот именно над средним пучком, чтобы были широкие, объемные и красивые плечи. Ну, начинаю я традиционно, разминаюсь на кардио. Сейчас я объясню, в чем суть моего 2-сета. Сидя на любой скамье, спина должна быть обязательно прямая, выгнутая. Я беру штангу и делаю поочередно. Один подъем перед собой, второй подъем из-за головы. Перед собой и за головы. Итого я должен сделать 20 повторений. После чего я ставлю штангу, сразу же беру две гантели и, сидя, делаю разводки в стороны. Делаю их по 10 уже повторений. Это все делаю я 7 сетов. Убийственные 2-сет только что закончат. Очень тяжело, на самом деле, если вытерпеть все 7 сетов, то в дельте это реально почувствую. Теперь мне осталось добить передние и задние пучки. Здесь я мудрить ничего не буду. Передний пучок я добью сжимами на наклонной скамье. Сделаю я всего 3 сета по 10 раз, потому что в предыдущем упражнении очень сильно забился. И начну. Итак, закончил я работаем передними дельтами. Остается последний пучок задний. Здесь я тоже ничего изобретать не буду. Упражнение простое. Теперь садимся на край лавки, колени вместе, ложимся на колени, берем 2 гантели. Здесь важно, когда мы делаем подъемы, кисти должны разворачиваться наружу на пике подъема. И соединяться снова вместе внизу в исходное положение. Итак, уважаемые друзья, подошла к концу моя тренировка. Работал я сегодня на дельте. Тренировка получилась очень тяжелая, шикарная. Разнообразит любую работу с дельтами, особенно если какой-то у вас застой. Смотрите нашу рубрику, черпайте что-то для себя новое. Занимайтесь спортом. Все привет! И снова с вами рубрика «Готовим быстро, вкусно, а главное полезно». Сегодня я покажу еще одно очень интересное блюдо – куриные рулеты с кабачком, которые идеально подойдут для обеда, но из-за простоты рецепта не отнимут у вас много времени. Но получится вкусно, а главное полезно. А все продукты я для себя и своей семьи всегда покупаю в сети удобных магазинах Титан. Для приготовления мне понадобится куриная грудка, молодой кабачок, помидоры черри, сыр пармезан. Для маринада я буду использовать соевый соус, итальянские травы, душистый перец, соль и сухой чеснок. В первую очередь мне нужно на небольшие кусочки нарезать грудку. Сначала я разрежу повдор, разделю на небольшие кусочки, чтобы мне было ее удобно отбивать. Теперь мне нужно выложить кусочки мяса в пакетик, для того, чтобы отбить аккуратно молоточком. Здесь очень важно отбивать аккуратно, распределяя волокна немножко повдоль, чтобы кусочки остались целыми и не порвались. Вот такие вот кусочки должны получиться. Я их максимально сделала тонкими, для того, чтобы они хорошо впитали в себя маринад. Для маринада мне сейчас понадобится соевый соус, 2 столовые ложки. Буду использовать сухой чеснок, 1 чайную ложечку. Так как соевый соус уже соленый, я не буду добавлять соль, но добавлю сюда еще немножко душистого перца. И для аромата я добавлю итальянский штраф. Все хорошо аккуратно перемешаю и оставлю примерно минут на 10, чтобы мясо хорошо впитало в себя маринад. Затем я нарежу на длинные ломтики молодой кабачок. Я обычно использую молодой кабачок, так как в нем больше полезной мякости, которая содержит все необходимые для организма полезные витамины. Теперь я кусочки выложу на смазанный противень. Мне нужно их запечь в течение 6 минут, для того, чтобы они стали более мягкими. Пока кабачки запекаются, я уже заранее на мелкой терке натерла пармезан. Далее мне нужно на небольшие ломтики нарезать помидор черри. Кабачки я проверяю вилкой. Уже видим, что они стали более мягкими. Теперь я могу их сворачивать в рулет. Для этого мне нужно выложить теперь курицу на кабачок. На курицу выкладываю ломтики черри. И сверху присыплю пармезаном. Все это аккуратно сверну. И для того, чтобы рулет не разворачивался, я его нанесу на шпажку. Такие оригинальные рулеты у меня получились. Я их выложу на смазанную уже заранее в форму. Сверху немножко присыплю пармезаном. И отправлю в разогретую духовку на 25 минут. Пробуйте, экспериментируйте, готовьте вместе с нами. Приятного всем аппетита! Уважаемые друзья, на сегодня это все. Я, как всегда, прощаюсь с вами на неделю. И помните, что труднее достается, то больше ценится. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова